Самые важные вопросы, актуальные проблемы и грядущие перемены в РИАМа прошла пресс-конференция главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Он рассказал журналистам о перспективах развития муниципалитета. Предстоит сформировать целый пакет документов по функционированию городского округа Люберцы, начиная от документов, печатей и, естественно, заканчивая гимном и флагом. Работы не в проворот, но первые шаги уже сделаны. Накануне Советом депутатов был принят устав городского округа Люберцы. Одна из основных задач на сегодняшний день – сформировать работоспособную администрацию городского округа. Сделать это планируется за счет сокращения аппарата чиновников. Аппарат был порядка, скажем, если взять все муниципальные образования и технические работники, где-то порядка был 860 человек. У нас мы сегодня формируем администрацию городского округа, это где-то будет 316 человек. Еще одна важная задача – приведение к общему знаменателю всех сверхжизни каждого из бывших поселений, ставших теперь одним целым. Установить единые тарифы ЖКХ, общую очередь для получения жилья, организовать общее транспортное сообщение – это только часть проблем, с которыми предстоит разобраться руководящему аппарату. Однако некоторые из этих вопросов уже решены. На сегодняшний день пока что снос пятиэтажек на территории Люберец не предусмотрен. На дворовых территориях в Люберцах платных парковок не будет никогда. Но, по крайней мере, при мне населенные пункты, которые входят в состав городского округа, сохраняют свой статус. И эта тема сегодня закрыта. Особое место в своем выступлении Владимир Ружицкий отвел теме дорог и транспортного сообщения в городском округе. На сегодняшний день эта тема – одна из животрепещущих для люберчан. Предусматривается расширение Октябрьского проспекта до шести полос. Значит, где-то производство не менее шести подземных переходов. То есть стоит задача Октябрьский проспект расширить, убрать светофоры и сделать Октябрьский проспект некой такой центровой трассой. Реконструкция начнется со следующего года. Кроме того, предполагается построить ливневую канализацию по всей длине Октябрьского проспекта. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.